В эфире программа «Дороги к свободе» в студии Виталий Портников. Это совместный проект «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо», в студии которого мы и ведем наш сегодняшний разговор. Здравствуйте, господа! 14 января Россия совершила очередную варварскую атаку на украинские города. На этот раз главный сюжет новостей – гибель людей в многоэтажном доме в Днепре. Многие государства и среди них ближайшие партнеры Украины, Польша и Литва обвинили Россию в терроризме и призвали к быстрым поставкам необходимого стране оружия. Об этом мы говорили и на саммите Люблинского треугольника во Львове. Формата, в который входят Польша, Литва и Украина. Президенты Польши и Литвы прибыли во Львов, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы поговорим сегодня о главных задачах этого регионального союза трех стран, из которых две входят и в Европейский союз, и в НАТО. Насколько важным является этот формат? Насколько важным является решение Варшавы и Вильнюса передавать Украине новое вооружение и содействовать таким решениям других стран НАТО и Европейского союза? В студии Дмитрий Тужанский, украинский политолог, директор Института Центральной Европейской Стратегии. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. И к нам присоединяются из Варшавы Лукаш Адамский, польский историк, эксперт по опросам Восточной Европы, заместитель директора Центра Мирошевского. Здравствуйте, Лукаш. Здравствуйте. И из Вильнюса к нам присоединился Мариус Лауриновичев, литовский политический обозреватель, эксперт по опросам международных отношений и безопасности. Здравствуйте, Мариус. Здравствуйте. Но прежде чем мы начнем разговор, давайте посмотрим сюжет о Львовском саммите лидеров Люблинского треугольника и последствиях ракетных атак России по Украине. 14 января войска России нанесли очередные ракетные удары по гражданской и энергетической инфраструктуре в шести областях Украины. Во время обстрела российская крылатая ракета попала в девятиэтажный дом в Днепре, полностью разрушив один из подъездов. Этот ракетный удар унес жизни не менее 40 человек. Судьба еще более 30 жителей дома остается неизвестной. Спасательные работы продолжаются. Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя последствия российской атаки под Днепру, заявил, что все причастные к этому террору будут привлечены к максимальной ответственности и призвал партнеров и союзников Украины предоставить больше оружия для уничтожения агрессора на поле боя. Можно ли остановить российский террор? Да. Можно ли это сделать иначе, кроме как на поле боя в Украине? К сожалению, нет. Это возможно и необходимо сделать на нашей земле, в нашем небе, в нашем море. Что для этого нужно? Оружие, которое наши партнеры хранят на складах и которого так ждут наши воины. Любые уговоры или время, которое просто уходит, не способны остановить террористов, которые методично убивают наш народ ракетами. Очередную варварскую атаку России на Украину осудили и назвали актом терроризма многие страны, в их числе Польша и Литва. Тремя днями ранее президенты этих стран Анджей Дуда и Гитанос Науседа посетили Украину. Во Львове они встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским в рамках второго саммита Люблинского треугольника и подписали декларацию о приоритетных направлениях сотрудничества. Первый саммит нового объединения состоялся в Украине еще до войны. 20 декабря 2021 года в государственной резиденции Синегора в селе Гута в Ивано-Франковской области. Региональный союз, названный в честь польского города Люблин, направлен на политическое, экономическое, культурное и социальное сотрудничество между странами. Кроме того, среди ключевых целей Люблинского треугольника значится поддержка интеграции Украины в Европейский союз и НАТО, а также совместное противодействие российской агрессии. Во второй раз лидеры трех стран собрались во Львове, чтобы обсудить и вопрос о военной помощи украинской армии, освобождающей свои территории от российских захватчиков. Литва в ближайшее время обещает предоставить Украине зенитные системы и средства противовоздушной обороны, а Польша – 14 танков «Леопард». По словам Анджея Дуды, находящиеся на вооружении войска польского немецкие танки будут поставлены в рамках международной коалиции после согласования этого вопроса с Берлином. «Мы хотим, чтобы это была международная коалиция. И мы, как часть этой коалиции, решили внести свой вклад первым, предоставив Украине роту танков «Леопард». Надеясь, что они вместе с танками от других стран существенно укрепят оборону Украины». На встрече трех президентов во Львове речь шла и о необходимости быстрого запуска механизма евроатлантической интеграции Украины. По словам Владимира Зеленского, Киев ожидает, что соответствующее решение будет принято на саммите НАТО в июле нынешнего года в Вильнюсе. «На сегодняшний день просто поддержки Украины от коллег НАТО, поддержки в виде риторики об открытых дверях, недостаточно для Украины. А именно, недостаточно для мотивации нашего государства, а если еще конкретнее, недостаточно для мотивации наших воинов. Поэтому нам нужны шаги вперед». 30 сентября украинские руководители президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль подписали заявку о вступлении Украины в НАТО по ускоренной процедуре. Это произошло после того, как российский президент Владимир Путин объявил об аннексии новых украинских территорий Луганской, Донецкой и части Запорожской и Херсонской областей. Украина, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, имеет право сама решать, как обеспечить свою безопасность, и ее вступление в Североатлантический союз зависит от согласия всех членов НАТО. «Ну вот, собственно, давайте поговорим именно о вот этой такой необычной встрече, потому что два президента, Дмитрий, прибыли во Львове с Польши и Литвы. И проявлено такое единство трех стран, которое начинает напоминать о исторических временах Речи Посполитой, потому что это, по сути, территория, которая и была, территорией Речи Посполитой, другого нативного московскому проекта в Европе? К сожалению, в украинской политике и даже в экспертном сообществе последние 10 лет, и вообще есть такая традиция, недооценивать, игнорировать подобные итальянцы. Мол, они слишком региональные, что может нам дать, ну, скажем, не Польша, но Литва. И вот все комментируют, обращают внимание на визиты и встречи уровня. Вашингтон, Париж, Берлин. Но то, что мы видим после вторжения, то, что мы видим до, собственно, вторжения, и то, что, если посмотреть историю Евросоюза и вот этого региона, центральной Европы, как раз вот эти маленькие альянсы, соседи, ну, не то, чтобы они решают многое, но то, что их упорство, поддержка, и то, что называют на Западе мультилитеральная демократия, когда несколько игроков объединяются и лоббируют свои интересы, это всегда очень решающий момент, потому что с Берлина, с Вашингтона, с Парижа вот этот регион виден совсем по-другому, не так, как для нас. Поэтому очень часто это мы видим, и трагедия была 15 ноября, как разногласия между Киевом и Вашингтоном, и Западом, скажем так, они очень были на высоком уровне. Поэтому роль этого треугольника, роль Варшавы, Литвы, он очень-очень важен, чтобы переводить для Украины то, как думает и мыслит Запад, и переводить для Запада, почему Украина действует так, почему она боится так, почему Зеленский заявляет вот так. Лукаш, вот очень важно понять, насколько Варшава сейчас становится лидером этого процесса, причем не только в рамках Центральной Европы, но, возможно, и в рамках всего НАТО и Европейского Союза. Потому что вот это заявление президента Польши о необходимости поставок танков и сама позиция Варшавы по отношению к украинским беженцам, по отношению к новым подходам к Украине, она так или иначе превращает Польшу в такого очень серьезного игрока в Европейском Союзе и в НАТО, каким, между прочим, Польша, можно сказать, не была до военных действий. Это тоже такой интересный факт. Ну да, до войны не была. Но и до войны и в самой Украине уделали гораздо меньше внимания, потому что война, в которой мы были не хотим, очень сильно повысила и роль Украины, и роль Польши как одной из главных стран, которые помогают Украине. Конечно, мне приятно слышать о том, что Польша может быть или есть лидером, хотя мне кажется, лучше всего политически избежать таких терминов, потому что тут, например, потенциал Польши лидер, разного размера стран. Другой, и поэтому я бы просто ограничил сейчас тем, что Польша является действительной одной из тех стран, которые больше всего не только помогают Украине. Даже по этим официальным статистикам, которые, как на меня, далеко не полны, я по разным причинам. Польша является третьим, там, четвертым донором оружия в Украине. Ну и Польша исполняет очень важную роль, вместе с их твой, также в рамках любвиных и угольника, чтобы мобилизировать политику и военную поддержку Украины, потому что там есть много стран, которые в современных Германиях, в которых общества в меньшей мере понимают, что польские и литовские, необходимости с системой помощи Украины. Прежде всего то, что Польша и Литва, эти страны, знают Украину, а лучше всего то, что в силу истории и в силу того, что как таки подчеркнули президенты Научеда, Зеленский и Дуда в коммунике, несколько раз, потому что раньше входили в состав одного государства. Ну и такие страны являются очень положительным фактором, который мне допустимует тому, что так хорошо понимают и все военные нужды Украины, и настроения украинского общества, и, что очень важно, в политическом горизонте российских армии. Я хочу вас спросить, господин Туржанский, ну вот вы говорили о том, что не очень хорошо понимали подобные форматы в Украине, а можно сказать, что это уже зафиксировалось изменение позиций сейчас? Когда президент Зеленский едет в Львов, встречается с президентом Польши, с президентом Литвы, и когда вот это вот все так выглядит на глазах целого мира, такой вот альянс формируется, и это уже второй такой саммит, что само отношение в украинском обществе, может быть, в экспертной элите, оно более так же регионально приземленное как-то, можешь так сказать? Мне хочется в это верить. Если это случится, то это очень добавит как раз и в качестве политического дискурса, и экспертного дискурса, потому что политика – это не обсуждение просто чьих-то заявлений, это обсуждение конкретных решений, открытие пунктов пропуска и в торговые соглашения. То, что нам критически важно, как раз той же Польшей, ну, с Литвой так же, но со всеми западными соседями, чтобы выжить. Откуда мы берем газ, откуда мы берем нефть, откуда мы берем продукты, то есть и не только оружие. Поэтому это сильный знак. Я помню, когда Дмитрий Кулэба как раз анонсировал, что вот будет в треугольнике, и тогда был такой скепсис, мол, ну, что это опять, что-то то, что мы назвали, а не полетит, а мы видим, как это все работает. Да, мы видим, например, Вышеградскую четверку, которая парализована, но мы видим эти маленькие альянсы. Люблинский треугольник, мы видим альянс между Прагой и Варшавой. Мне кажется, и то касается Центральной Европы, сейчас везде, где будет Варшава, это будет переоценка в значимости. Мы видели, как встречали Дуду на улицах Львова, и в экспертном сообществе это тоже идет подобная переоценка. То есть то, что Польша хочет, она или не хочет этого лидерства, но это лидерство есть, и это лидерство видно не только в Украине, не только в Центральной Европе. Его видно и на Западе. Кто-то его даже боится. Господин Альдамский, Вы вот не думаете, что действительно произошла такая интересная политическая переоценка реальности, когда с одной стороны мы видим, как те форматы, на которые в Варшаве всегда возлагали особые надежды, вот Вашеградская четверка, это же целый, я бы сказал, такой особый был контрапункт с польской политикой. Мы с вами хорошо помним, как это зарождалось и какое-то вызывало восторг, что это будет такой блок в Европейском Союзе, который будет усиливать позиции всех четырех стран. Ну и вот мы видим результат. А с другой стороны, совершенно неожиданные альянсы, о которых никто даже и не думал, они оказываются очень важны для польской политики. В Венгрии действительно была очень большая первоценка в Польше. То есть могу сказать, что те Поляки, те представители политических и политических политиков, которые возлагали большие надежды на союз, прежде всего, в Венгрии. Он конечно тут, союз был мотивирован, я бы сказал, внутренней ситуации в ЕС, но они сейчас очень сильно разочарованы. И очень сильно разочарованы в позиции Венгрии по отношению к войне, по отношению к Украине. До войны уже были следы того, разочарованы, а сейчас она огромная. На сиосе трехугольника, я бы сказал, что он же был создан до войны. Насколько помнил, это было 2020 год, а уже в июне в 2021 годах первого года в Министерстве иностранных дел Кулеба, Ласберге и Рау, подписали в Вильнюсе такой толерзинный документ, в котором мы говорили о будущем, но и о прошлом. Так что трехугольник он строил за урожаду войны. Конечно, в какой-то мере была угроза со стороны России, а угроза абсолютно очевидна для России, потому что, мне кажется, для полских и для украинских, не для украинских всегда была видна, но для полских националистов, очень сильно видна. Они тоже, кто-то, межсвеги, 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 Продолжение следует... 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 Не знаю, с тем, что было во время на Учмы. Дело в том, что немецкие элиты, не кажется, они имеют, что возможно, как членство Украины в ЕС, очень сильно ослабить позицию самой Германии. Хотя бы в силу того, что слушает свой париад голосования в ЕС, он базирует на количестве населения. И таким образом, Немцы, боятся того, что Польша вместо Украины и твой будет вместо того, что ставлять блок, который политически будет равновесить силу и влияние Германии. Плюс, конечно, это отношение Германии к вопросам поставки вооружения в Украине, которые очень вызвали сильное расчарование и которые являются проблемой для Польши и для Украины. Так что роль адвоката сейчас не кажется и дальше при Польше, при Литве, потому что мы должны немецким элитам и прямо, и через влияние других стран объяснять, в какой угрозой стоит сама Украина и вся Европа в случае возможного успеха российского наступления, который планируется на весь мир. Так что это роль еще... Она, конечно, и украинцы это делают, но все-таки, если страна из НАТО и ЕС, ее голос воспринимается тоже по-другому. Мариус, вот знаете, я хотел у вас спросить скорее, наверное, о роли нравственного примера Литвы, потому что вот мы говорим о Польше как об адвокате, можно говорить о нравственном примере Литвы, потому что по большому счету Литва, это страна, которую этот раз, например, всегда показывал, причем еще с советских времен, с 90-х годов, когда ваша страна была первой, кто восстановила свою независимость еще в рамках борьбы тогдашней за суверенитет в Советском Союзе. И вот как вы можете сказать, что этот нравственный пример сейчас переосмыслен не здесь, на востоке Европы, а вашими западными соседями? То есть вот такая вот нравственная правота. Сложный вопрос, потому что у нас 13 января была годовщина вот этих кровавых событий у телебашни. Мы всегда в такие случаях мы вспоминаем, как трудно было в листве объяснить свою позицию тогда. И вот когда мы говорим сейчас об Украине даже, мы вспоминаем, что это почти то же самое. Вы говорите о нравственном примере, но с одной стороны многие политики с высоких стрибун как бы признают, что они были не правы, а балтийские страны правы, в русской Евразии, в других случаях. Но даже в том, как воспринималась наша борьба за независимость, недавно открыли новые активы в Германии. И мы узнали, как даже после вот этой трагической ночи, после кровавых событий в Вильнюсе, господин Коль, тогдашний канцлер Германии, он Горбачеву говорит, ну, знаете, эта политика, главное не потерять цель. Вот иногда, и в этом, конечно, есть и наша задача, надо объяснять некоторым, не только политикам, наверное, а на Западе, что вот именно моральная позиция всегда должна быть на каком-то уровне. Потому что если можно закрыть глаза на то, что убивают людей, и в свете этой войны, это, конечно, очень важно, тогда о какой политике можно говорить? И в этом случае, конечно, роль Литвы, поскольку мы прошли весь этот путь, конечно, может помочь иногда, опять же, открывать глаза некоторым нашим союзам. Я хочу вас всех троих спросить. Вот вы верите в то, что взаимопонимание, которое мы видим сегодня, сохранится после войны, а не сменится очередными спорами, я не знаю, на исторические или экономические темы? Начнем с вас, господин Адамский. Я знаю, то есть христианин, а все христиане должны быть, как говорил папа Иоанн Павел II, людьми надежды. Я, конечно, как политический аналитик понимаю, что доедет до споров еще и об интерпретации истории и возможно какие-то экономические разногласия, но они будут, знаете, слабее и прежде всего, а до въезти полское и украинское общество, потому что наличие другого взгляда у поляков или украинцев, у полщи, украины не означает рождественского отношения. Это просто нормально также среди друзей и среди союзников. Уровень эмоций, наверное, будет гораздо меньше, чем до войны, а уровень доверия гораздо больше. Мариус, пожалуйста, как вы считаете? Даже после победы мир не изменится так, чтобы все проблемы были решены. Но то, что мы еще больше ощутили общий интерес, нам поможет строить наше сотрудничество на фундаменте, который уже у нас есть. Я не просто надеюсь, я считаю, что это наша обязанность, всех, кто сейчас в студии, также политиков. Вот этот альянс украинско-польский, он был бы точно другим, если бы в Киеве не был Андрей Сибига и в Варшаве не был бы Яков Кумах. Это два советника внешнеполитических вопросов. И вот эта дружба, понимание, рабочие отношения, они стали вот этим дополнительным импульсом. То есть надо больше вот таких вот людей, которые у нас есть на уровне интеллектуальном, в журналистском есть, но надо еще более на уровне тех, кто делает политику. Это очень важно, потому что сегодня это как раз время делать политику, геополитику. Если мы не используем вот этот шанс, то это будет очень плохо. Благодарю вас, господа, за участие в этой программе. Дякую, Дмитро, динкую, Барда, Лукаш, Ачу, Мариус. Мы говорили с украинским политологом Дмитрием Тунпутужанским, польским политологами и историком Лукашем Адамским и литовским политическим обозревателем и экспертом Морисом Лауреановичем. Программу «Дорога к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале. В настоящее время провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа, до следующих встреч и желаю мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова